Во времена испытаний и бед люди проявляют свои настоящие внутренние качества, которые живут у них в сердце. Как сказал Спаситель, «Добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит доброе, а злой человек из злого сокровища своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Если послушать сегодняшние СМИ, почитать социальные сети, можно увидеть, что многие буквально сегодня заражены злорадством. И это очень плохой диагноз духовного состояния нашего общества. Злорадство – злая радость, темное наслаждение от созерцания чужой беды или неудачи, дающие такое мнимое чувство превосходства, противоположное великодушию и состраданию. Злорадство губит душу и навлекает на человека гнев Божий. Свидетель Иоанн Златоуст писал, «Всякий, радующийся гибели души, подобен дьяволу, не желающему никому спастись. Нередко иной в мире радуется, увидев врага в несчастье, и этой радостью навлекает на себя великое наказание. А другой опять скорбит, увидев брата падшему, и этой скорбью приобретает в себе от Бога великое благоволение». Из истории Древнего Израиля известно, что один из десяти малых пророков Авдий передает слова Господа адамитянам, ближайшим родственникам евреев, произошедшим от Исава, брата-близнеца, прародитель израильского народа Иакова. «Если ты взлетел, как орел, если свил себе гнездо среди звезд, я оттуда тебя не звергну». За что же целый народ ждал такое суровое наказание? «Не смотрел бы ты на день своего брата, на день его беды, не радовался бы день гибели сынов Иуды, не стоял бы на перекрестках, убивая беглецов, не выдавал бы уцелевших в день беды. Близок день Господень ко всем народам, и как ты поступал, так и с тобой поступят, и что творил, к тебе и вернется». Предсказание сбылось в конце II века до н.э., когда страна адамитян была завоевана иудеями, а ее жители насильно обращены в иудаизм. Вскоре само название этой страны исчезло из истории, а народ растворился среди других народов. Такие дела.